Сюжетная линия дополнения Чужак разворачивается уже спустя два года после того, как Инквизитор одержал победу над Корифеем. Инквизитора приглашают на крутую пирушку в Орли, где должна быть решена дальнейшая судьба военно-политического общества. Вскоре в стенах дворца наш герой знакомится с новой угрозой, которая в очередной раз грозит всему Тедасу. Дорогие друзья, представляем вашему вниманию обзор финального дополнения для Dragon Age Inquisition под названием Чужак. С вами вновь крупный игровой портал Game Awards. В геймплей дополнение было перенесено практически ничего. Ну и поскольку это финальная часть истории о приключениях Инквизитора, то пройдя ее, вы уже никогда к ней не вернетесь. Поэтому возможности вернуться в Skyhold тоже не появятся. Именно поэтому, перед тем, как начинать прохождение этого дополнения, рекомендуем вам покончить со всеми делами. Итак, Инквизитор прибыл в Зимний дворец, который напоминает Skyhold, но только поменьше, находит там друзей, с которыми болтает в небольшой кат-сцене. Тут вам представляют место, где вы можете изготовить доспехи, всякие приворотные зелья, лавки, где вы быстро сможете слить все свое золото и даже таверну, где вы сможете бухнуть и пошалить с девчонками. Ну или мальчишками, все-таки игру создавали биоваровцы. И кстати, музыка в игре совершенно новая, ее писали с нуля, так что она прекрасно подчеркивает красивую и живую атмосферу дополнения. И самое главное отличие дополнения Чужак от Челюсти Гакона и Нисхождения заключается в том, что вам не дают какую-то там узкую сюжетную линию с такой же узкой линейной локацией. Все совсем наоборот, игрокам предоставляют обдуманную и интересную сюжетную линию. И все же вам вновь не дают возможности побегать по локациям, заняться побочными заданиями и сразиться с лютыми врагами. Так что многих игроков это наверное вновь огорчит. Кстати, дополнительных заданий также практически нет, не учитывая разнообразных опциональных возможностей для поиска артефактов, бонусов и экскизов. Кроме основных локаций в замечательно зимнем дворце есть еще и парочка, так сказать, боевых локаций. Пусть они и имеют немного меньшие размеры, в отличие от обычных локаций в игре и имеют очень линейное построение, но зато они очень красивые и даже порой возникает ощущение, что это именно то, чего когда-то не хватало в оригинальной части. В целом же от прохождения остается какой-то приятный осадок. Ведь вы вновь можете прослушать те великолепные песни из игры, вновь увидеть дивные и красивые места, вновь надрать задницу очередному врагу и вновь весело оторваться в таверне со своими рогатыми, бородатыми и голубоватыми друзьями. То, как авторы вводят игрока в суть сюжета, очень сильно радует. В отличие от остальных дополнений и основной игры, к примеру, в основной сюжетной линии приходилось постоянно шляться по лесам, собирать грибы, траву, кодексы и выискивать нужных врагов. В дополнении Чужак, вхождение было реально хорошее, потому что постоянно хотелось узнать, что же будет происходить дальше. Вас умело будут постоянно кормить новыми впечатлениями, раскрывая ровно то количество неизвестного в игре, которое и требуется, чтобы удивить либо заинтриговать. И постепенно баланс игры из боев перетекает в историю. В эти моменты Инквизитор получает возможность влиять на разнообразные ключевые сюжетные повороты, эпилог и судьбу героев. Но и на этом все, потому что проходя дальше, все сильнее не покидает ощущение того, что дополнения вновь не доработали. В какое-нибудь красивое помещение со своими спутниками можно будет поговорить всего разок. Остальные сценки будут появляться автоматически, в том числе и сюжет. Ставки командования толком и нет. Дополнительных заданий очень мало, да и врагов не слишком много. Что самое удивительное, качаться также нельзя. Причем даже не важно, сколько вокруг врагов и какой они имеют уровень. Прокачка больше невозможна. Отсюда и вытекает ощущение, что все те функции, которые были в игре до этого, просто фон. Так как в дополнениях их просто выкинули в мусорку и забыли. Скорее всего, еще после прохождения челюсти Гакона, игроки имеют самый крутой доспех, посох и крутые зелья. Так что этого достаточно для того, чтобы пройти остальные дополнения и основную сюжетную линию. Так что по мере прохождения нового дополнения, все, что вы будете находить, можно смело выбрасывать. Любой чертеж будет нежно сосать палку у того, что вы могли найти в челюстях Гакона. Кстати, собирать всякую там травку и металл тоже не стоит, потому что тут будет магазин с бесконечным запасом. Но для этого потребуется золото. Так что если вы пришли сюда без золотишка, тогда вам здесь делать нечего. После прохождения дополнения Чужак возникает чувство, что игроку наконец-то после двух предыдущих провальных дополнений представили сюжет, за который не жалко и отдать деньги. Дополнение украшено еще очень красивыми и действительно уникальными локациями. Вполне себе милыми кат-сценами. Да и пожалуй каждый, кто прошел сюжетную линию инквизиции, скажет то, что концовка в оригинальной игре, честно говоря, была отстойной. После победы игрока должны были вознести до небес, оформить пир на весь мир, прислать кучу дамочек в постель и ответить на все вопросы. Вышло же все наоборот. Причем появилось еще больше вопросов. Авторы практически испортили все впечатление от игры. У игроков будто просто взяли и выдернули огромный кусок сюжетной линии. Но последнее дополнение наконец-то соединяет картинку воедино. И игра теперь смотрится полноценной и единой. Однако это не обменяет того факта, что ранее вышедшее дополнение оказалось полным хламом. А сюжетная линия оригинальной игры была недоработана из-за того, что сценаристы забухали в один момент. И все же, несмотря на яркое дополнение чужак, в игре кое-чего не хватает. К примеру, больше общения со спутниками, больше крутых боев, да таких, чтобы челюсть от эпичности на месте отпадала. Больше локаций, где можно было бы побегать и посовращать в полях молодых крестьяночек. И, пожалуй, меньше секретов. Потому что за столь долгое время они уже не только всю плешь в голове проели, но и просто уже надоели. Эти вечные заговоры, интриги, надвигающееся зло, а за ним надвигающееся неизвестное зло. И это все просто надоело. Игроки уже сыты по горло этими тайнами. Так что надеюсь, что новая часть ответит на многие вопросы. Ну что ж, финальное дополнение, Несмотря на все хитрости создателей, радует глаз. Новое дополнение оказалось красивым, красочным и увлекательным. Конечно, хотелось бы, чтобы оно было немного больше. Чтобы о типических приключениях остались лишь лучшие воспоминания. Но мы имеем то, что имеем. Вот и пришел конец замечательной истории о борьбе со злом. С вами был крупный игровой портал Game Awards. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И не забывайте оставлять свои комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok